МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это воскресные новости. Добрый вечер, меня зовут Илья Зайцев. И как всегда, по воскресеньям в это время свободно, без цензуры, о том, что на самом деле произошло за эти 7 дней. Вот главные темы выпуска. Метро «Снова быть» расскажем о третьем перерождении проекта Красноярской подземки. Попытаемся понять, насколько проект 30-летней давности может улучшить ситуацию в городе. Месяц до выборов президента. Расскажем, как проходит кампания, ролики каких кандидатов не появятся в эфире и как власти намерены повышать явку. Я не хотел разрешать строительство, но должен был признание бывшего заместителя мэра по городу строительству и попытка понять, ждать ли от новой власти отказа от точечной и бездумной застройки. История Красноярки, которая рассказала об убийстве своего молодого человека из-за унижений и побоев, на этой неделе подняла вопрос, насколько домашнее насилие в наше время стало нормой. И мы начинаем всю эту рабочую неделю. Красноярцы прожили в режиме неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Примеси в воздухе не рассеивались, а люди старались на улицу не выходить из-за грязного воздуха. Сняли режим черного неба только в пятницу. И в выходные красноярцы формально могли подышать полной грудью. На этой же неделе красноярцы собрались на несанкционированный экологический митинг. Около ста человек пришли к памятнику Ленина. К митингующим вышел исполняющий обязанности министра экологии края Владимир Часоветин. На организатора встречи на следующий день завели административное дело. Материалы переданы в суд. А пока примеси над городом все никак не могут рассеяться, в крае все активнее обсуждают возможную газификацию региона. На этой неделе временно исполняющий обязанности губернатора края Александра Рус объявил до конца февраля, подпишет таки схему газификации и покажет ее красноярцам. Однако процесс это не быстрый. Сама магистраль появится у нас не раньше, чем через пять лет. Глава пояснил, что это зависит от финансирования и решений «Газпром». А пока, рассказал УЗ, у края есть подписанное Путиным соглашение о модернизации промышленных предприятий, чтобы воздух стал чище. Но от газа отказываться никто все равно не планирует. Иметь газ и не пользоваться им УЗ назвал недопустим. А Красноярску пообещали метро. В очередной раз. Вот только жители города уже не верят в то, что подземка может появиться. Алена Крашенинникова на этой неделе решила разобраться, где заканчиваются ожидания и начинается реальность. С метро в Красноярске. Сколько стоит провести в нашем городе подземку? Будут ли менять схему подземных коридоров? И сколько еще жителям подземки придется ждать? Смотрим. Ну, с Богом. Сюда. Чтобы все это свершилось и было. Надо сейчас к этому делу отнестись и действительно сделать это всенародной стройкой. Выйдет метро. Три с половиной миллиарда в год и через четыре года пользоваться метрополитеном и получать от него отдачу. Метро – это жизнь для нашего города. Никто не говорит, еще раз повторяю, о том, что метро не будем строить и не будем финансировать. Будем строить, будем финансировать. 15, 18, 20 год. Но мы в ближайшем будущем этот праздник устроим на нашей земле. Праздник у замминистра строительства и архитектуры края Игоря Иванова теперь такую должность занимает бывший глава управления по строительству метрополитена и вправду наступил. В этом году Красноярску снова, то ли в 20-й, то ли уже в 50-й раз пообещали – метро построят. Для самого замминистра вообще мало что поменялось. Тот же макет, те же схемы, даже та же карта на стене, что и в далеком 97-м году. В который раз Иванов рассказывает, первая очередь метро по проекту будет включать в себя пять станций на улице Высотной, Копылово, УЖД вокзала, на площади Революции и на улице Карла Маркса. Так было запланировано еще в 90-х, когда городу впервые дали надежду. А теперь эту надежду еще и подкрепили новой датой. Мы надеемся, что 4-5 лет уйдет на первую линию. Но начало, я думаю, ввиду того, что сегодня уже февраль месяц 2018 года будет старт после университета в 2019 году. Но таких дат было много. Разные формулировки, разные лица, а смысл один. Метро будет, вы только подождите. Совпадение или нет, но каждый раз обещания метро совпадают с датами выборов власти. В 1995 году жители готовились выбирать мэра и впервые губернатора. В 2005-м снова губернаторские выборы и снова обещания. В этом году о метро заговорили после визита в Красноярск Владимира Путина. Он ответил, почему не исключаем. Мы будем строить метро. Поэтому стучу по дереву, надеюсь, что здесь все-таки натуральное дерево у них в законодательном собрании. И с метро будет полный порядок. К слову, само решение о строительстве метро было принято намного раньше, за два месяца до того, как об этом сообщили красноярцам. Те, кто готовил эту поездку, им же нужно было сделать то, что людям, то, что хотят люди, то, что население края, поэтому они ориентировались на наши общие интересы. Некоторые обещания вполне ожидаемые были про метро, например, потому что еще в декабре, 29 декабря он подписал закон о внеуличном транспорте. И сейчас принимается программа строительства метро в крупных городах. Однако проблема и в том, что проект не меняется. Власти говорят, корректировка заложена, но минимальная. А ведь с начала 90-х город кардинально поменялся. Строительство пошло не в сторону Бугача, как предполагалось, а ушло в Покровку и в сторону Северного. Корректировка проекта в любом случае нужна. Опять же, у нас и в проектировании строительства действует правило. Прошло три года. Документация считается утратившей свою актуальность, поэтому, конечно, корректировать необходимо, конечно, появится должно новое техническое задание, конечно, появятся должны новые соображения, как, что, зачем и почему. Но планов для расширения, говорят, в администрации много. Есть идея провести ветки на правый берег, от Черемуши к сторону проспекта Красноярский рабочий. Налевому идти от Солонцов до Кузнецовского плата захватить обещают и Солнечный, и Академгородок. Но по опыту предыдущих лет загадывать не стоит, ведь сеть метрополитена не охватит сразу весь город. Да и люди не будут спускаться в подземку, если там не будет нужных им направлений. Прежде чем начать обсуждать строительство метро, мы обсуждаем строительство метро не по той причине, что у нас будет там построено три станции, две линии, и мы будем в субботу-воскресенье ходить туда на экскурсию. Мы хотим метро, чтобы вылетворять свои транспортные потребности. Но сейчас в радужных планах об этом власти не думают. Уже просчитана сумма около 70 миллиардов рублей. К слову, помочь со строительством метрополитена готовы иностранные фирмы, например, турецкая компания Колин. Они еще в 2012 году планировали в рассрочку построить нам метрополитен, тогда власти отказали. Теперь компания снова хочет помогать. На этот раз власти дали согласие, но с оговорками только качестве субподряда и только на определенных объектах. Это заявили компании, которая строила метро в Стамбуле, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах. Компания Колин уже знакома с проектом, они его уже прорабатывали, они готовы включить со строительством метрополитена и построить его с высоким качеством и с сокращением нормативных строков. И готовы строить полностью, включаться в строительство без задержек. А если так, как мы строили, то можно строить до бесконечности. И на стадии завершения строительства мы начнем ремонтировать первые тоннели, которые пройдены. Но вот сами красноярцы в появление метро после стольких обещаний верят слабо. Сейчас все получается, как в сказке про волков и овец. Кричали волки, волки, а теперь, когда волки нагрянули верить в них, а в данном случае в метро красноярцы отказываются, но надеяться пока не перестают. Алена Крашениникова, Сергей Малафеев, Владимир Антонов. Воскресные новости. В Красноярске может появиться не только метро, но и головной офис объединенной компании «Русал». Александр Русс на этой же неделе сообщил, что руководство компании как раз сейчас подыскивает помещение в нашем городе. Первые 500 рабочих мест должны появиться уже в этом году. В пресс-службе «Русала» подтвердили, принципиальное решение о переезде московского офиса действительно принято. При этом весь высший менеджмент компании привезет с собой из Москвы. Красноярцев набирать на должности не будут. Как к предстоящему переезду отнесся высший менеджмент «Русала» в пресс-службе не уточнили. А президент «Русала» миллиардер Олег Дерипаско подал в суд на Настю Рыбку и ее друга Алекса Лесли за вмешательство в его личную жизнь. Иск бизнесмен подал после того, как Алексей Навальный опубликовал свое расследование. Из него следовало, что вице-премьер, глава аппарата правительства Сергей Приходько отдыхал вместе с Олегом Дерипаско на его яхте. Расследование было основано на публикациях в инстаграм Настя Рыбки, которая была на яхте и на сведениях из ее книги. При этом сам Навальный фигурантом дела не является. Суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к его расследованию до разрешения спора по существу. Кроме того, Роскомнадзор уведомил Инстаграм, чтобы материалы были удалены. Тем временем, ровно месяц остался до президентских выборов в России. На этой неделе Центральная избирательная комиссия распределила часы агитации на федеральных теле- и радиоканалах между претендентами на пост президента. Напомню, что их восемь. Уже в ближайший понедельник стартует предвыборная агитация в виде роликов. А с 26 февраля в телерадиоэфире начнутся дебаты между кандидатами в президенты. За подготовкой к выборам следит и моя коллега Екатерина Лукашенко. Она сейчас в студии. Кать, кто будет участвовать в первых дебатах? И, пожалуй, один из важных вопросов, будет ли действующий президент также в дебатах принимать участие? Илья, первые дебаты пройдут 26 февраля на Радио России. В них будут участвовать Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Борис Титов. На следующий день кандидаты встретятся на ОТР, а 28 февраля на Первом канале «Россия-1», а также на радиостанции «Вести-ФМ». На «России-24» и «ТВ-центре» кандидаты начнут дискутировать с 1 марта. В целом, в период с 26 февраля по 15 марта дебаты будут проходить на пяти федеральных телеканалах и на трех радиостанциях. Между претендентами на высший госпост разделили почти 60 часов телеэфира и 36 часов радиоэфира. На федеральных каналах одновременно будут участвовать в дебатах 7 кандидатов, а в радиоэфире по 3-4 кандидата в зависимости от жеребьевки. Отмечу, штаб действующего президента России Владимира Путина уже заявил об отказе участия в дебатах и все бесплатное время, которое положено Владимиру Путину, будут показаны агитационные материалы. Кать, но именно на этой неделе на Первом канале уже показали фильм с лаконичным названием «Путин». Знаешь, что было много разных мнений у кандидатов, это было или не было агитации? Действительно, еще до начала официальной агитации в СМИ Первый канал показал фильм американского режиссера Оливера Стоуна. В нем 4 серии по 60 минут каждая. В нем рассказывается, например, о детстве Путина, о начале его карьеры, о ключевых аспектах работы на посту президента и об отношениях между Россией и Америкой. Фильм показывали в праймовое время, однако цик в нем агитации не усмотрел. Элла Памфилова, глава Центра избирком, заявила цитата «Фильм не содержит призывы голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтения какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или не избрания кандидата. В действиях канала отсутствует наличие агитационной цели». Конец цитаты. Кать, но ведь четвертую серию фильма на Первом канале так и не показали. Да, Центр избирком призвал Первый канал временно приостановить показ фильма и быть, цитата, в должной степени осмотрительными в период избирательный. Это произошло после того, как в ЦИК поступила жалоба от партии Яблоко и от адвоката Ксении Собчак. В жалобах говорилось, что размещение фильма не оплачено из избирательного фонда Путина и к тому же показ фильма начался раньше срока агитации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя жалобы от других кандидатов, заявил, что Кремль не вправе вмешиваться в редакционную политику телеканала, особенно Первого канала, и не делает этого. Конечно. И примечательно, что на этой же неделе на сайте РБК вышла большая статья под названием «Кремль запустил проект по привлечению бюджетников и рабочих на выборы». О чем речь? Действительно, Илья, на РБК вышла статья. Они ссылаются, авторы статьи ссылаются на свои источники. Там говорится, что администрация президента запустила целый проект по информированию и привлечению на выборы бюджетников и сотрудников промпредприятий с целью повысить явку на выборы, которая, по оценкам некоторых экспертов, не будет высокой. При этом в статье говорится, что за реализацию проекта будут отвечать региональные администрации, и там уже получили определенные инструкции. Совпадение или нет, но на этой неделе в Красноярске в социальных сетях появился документ, он называется «Памятка». В нем говорится о необходимости обеспечения явки и даже обрисовываются схемы формирования списков сторонников муниципальных служащих. Также в памятке есть пункт, вы его сейчас видите на экране, в котором сказано, цитата, «обращаем ваше внимание на обеспечение явки избирателей в день голосования, так как будет осуществлен контроль». Я отмечу, что красноярские власти заявили, что отношения к этому документу не имеют. Кстати, на этой же неделе в Красноярске появились объявления с призывом на выборы не ходить. Они появились на остановке «Агропром» и на жилом доме в центре города. Кто расклеил эти объявления, также неизвестно. Новая власть, новые градостроительные правила. Стоит ли после отзыва 39 разрешений на строительство домов и признание их незаконным ждать перемен в состройке города? А также непростая судьба центрального парка. Арендатор привел место в центре города в запустение, а теперь просит дать ему деньги, чтобы привести парк в порядок. Интервью с арендатором центрального парка после рекламы. Это воскресные новости. Мы продолжаем. Дома, которые останутся только на бумаге. На прошлой неделе в Красноярске случился прецедент. Глава города отозвала разрешение на строительство 39 жилых объектов. А на этой неделе Краевая служба по контролю в области градостроительной деятельности признала незаконным еще одно разрешение на дом в Тихих Зорях. Таким образом, в мэрии, по сути, признали. Был допущен целый ряд ошибок при выдаче документов на застройку. И если в случае с объектами, которые сейчас существуют пока только в качестве проекта, эти ошибки исправить еще можно, то как быть с домами, которые уже построены, но построены быть не должны? Вот он, тот самый забор, который скрывает нашу сказочную Яблоневую аллею, на которой мы мечтали гулять и ходить, когда переедем в наши новые дома. Яблоневая аллея, которую жителям обещал застройщик, здесь, в Покровке, так и не появилась. Зато, как это часто бывает, могут появиться жилые дома. Для Покровки, да в общем-то, как и для других районов города, такая ситуация даже кажется закономерной. Местные жители выходили и на пикеты, и писали письма в администрацию. Однако администрация прошлая предпочла людей не слушать и выделила под стройку еще один участок земли в и без того густо застроенном районе. Первоначально земельные участки выглядели вот таким вот образом. 40-й дом, 42-й дом. Вот она Яблоневая аллея. Затем постановлением администрация выделила из этих двух участков третий, где, собственно, собирались строить две свечки. Эдхан Шукревич полгода назад подписал постановление о выделении третьего земельного участка, на данный момент он спорный, из вот этих вот двух. И тем самым застройщик получил разрешение на строительство Примерно в то же время, весной 2017 года, администрация выдала разрешение и на строительство домов в Тихих Зорях. А на прошлой неделе вдруг стало известно, были допущены ошибки. И уже новый мэр отозвал разрешение по 39 жилым домам. Однако, глядя сейчас на Покровку, Взлетку, Северный, Пашиной, кажется, что эти 39 разрешений на строительство лишь капля в море нарушений, допущенных при их выдаче. Где же был тот же стройнадзор, который нашел недочеты сейчас, не находил их, когда начиналось строительство, например, этого дома на взлетке, где жители могут заглянуть друг к другу в окна? Или здесь не нарушен коэффициент интенсивности? Мы вмешивались, мы выдавали предписания, и наше предписание, часть предписаний была обжалована, часть предписаний мы добились их исполнения. То есть нельзя сказать, что наша служба бездействовала. К сожалению, градострельным кодексом не предусмотрена экспертиза именно градострельной документации. Поэтому органы исполнительной власти, ну в данном случае департамент градостроительства, который полномочен на выдачу разрешений, они руководствуются именно тем правым полем, в котором все мы с вами существуем. На несовершенство в законодательстве жалуется и теперь уже бывший начальник департамента градостроительства Михаил Зуевский. Это под его началом выдали разрешение и на строительство в Тихих Зорях, и в Покровке, и в десятки других районов. По его словам, в большинстве случаев у департамента просто не было оснований для отказа, этим и пользовались застройщики. Это тот вопрос, который меня лично, как жителя города и как человека, который подписывал документы, если честно, все очень сильно тяготил. Потому что законных оснований, ну понимаем, да, каждый прообладатель участка земли, бизнесмен старается сделать максимальный эффект экономический с этого участка, поэтому выжимается все то, что позволено, что не запрещено законом. Соответственно, и у меня не было оснований для отказа. Сами же застройщики пока хранят гордое молчание и комментировать тему не хотят. Конечно, позиция «все, что не запрещено, значит, разрешено» и для чиновников, и для строителей очень удобно. Но ведь должен быть и здравый смысл, отмечают в Союзе архитекторов, а он в последние годы практически отсутствовал. Я бы сказал, что тут не то, что разума нет. Тут нет эстетики, нет красоты. А, к сожалению, вот у нас сейчас вся законодательная база, она выхолощена, и даже слово «архитектура» в градостроительном кодексе, вот коллеги говорят, те, кто внимательно читал, что даже не встречается. На фоне отзыва 39 разрешений администрация нынешняя выглядит чуть ли не героями. Там говорят о смене курса и обещают новые громкие заявления. «Это говорит именно о том, что мы стоим на пороге разработки и осмысления новой градостроительной политики. И решение об отзыве было продиктовано в том числе и в первую очередь именно этим. Причем я, наверное, некоторых товарищей разочарую или напрягу, но это еще не окончательная наша работа, и поэтому работа продолжается. Не исключено, что в ближайшее время еще будут сюрпризы». А это значит, что, возможно, в числе объектов, которым появиться не дадут, будет и дом в покровке. Для нашего героя Павла это станет хорошей новостью. Но как быть с домами, которые уже налеплены друг на друга? Массовый отзыв на строительство, по сути, публичное признание мэрии прошлых ошибок. Вот только наказание за эти ошибки, похоже, никто не понесет. Екатерина Лукашенко, Николай Чистяков, Сергей Малафеев. Воскресные новости ТВК. Остро сейчас стоят вопросы о модернизации и о будущем в целом центрального парка в Красноярске. Знаковое место отдыха горожан давно находится в упадке, превратившись в место употребления пива, прогулок рядом с грудами мусора и аттракционами, которые регулярно ломаются, создавая реальную угрозу жизни посетителей. На этой неделе по парку прогулялся японский архитектор. Он осмотрел территорию и готов помочь ее реконструировать и сделать парк комфортным местом отдыха, которым красноярцы могли бы гордиться. Появился и потенциальный инвестор – компания «Русал», но приступить к работам они не могут. Земли центрального парка находятся в долгосрочной аренде. И арендатор, и свои средства не вкладывает, и других не пускает. А с июля 2016 года в судах пытается добиться приватизации всего парка. При этом позиция городской и краевой власти однозначно – знаковое место города в частной собственности находиться не может. И доказывает свою правоту вплоть до Верховного суда. На этой неделе воскресные новости записали интервью с учредителем ЗАО «Центральный парк» Данилом Бриманом. Последние годы, недоступный для комментариев и практически всегда отсутствующий в Красноярске бизнесмен и арендатор Центрального парка, молниеносно прилетел в город сразу после разговоров про возможное расторжение договора аренды. И теперь активно дает комментарии. С бизнесменом на этой неделе поговорила Екатерина Лукашенко. Данил, мы только что выяснили, что вы живете, оказывается, в Санкт-Петербурге уже довольно давно. Вы наверняка много путешествуете, бывали и в других городах и странах, и видели разные парки, я так думаю. Скажите, положа руку на сердце, вам «Центральный парк» в Красноярске нравится самому? Вы пытаетесь получить такой простой ответ на непростой вопрос. Мне кажется, очень простой вопрос. Либо нравится, либо не нравится. К сожалению, нет. Дело в том, что в данном случае, на мой взгляд, парк ведь не для меня. Если бы это был мой парк, этот вопрос был бы уместный. А этот парк не для меня, это городской парк. И мы являемся оператором, мы являемся компанией, которая эксплуатирует этот парк. И делаем мы это ровно, скажем так, в той системе координат, или в тех рамках, как вам будет удобнее воспринять эту информацию, как нам позволяет с одной стороны власть, в данном случае собственник этого парка, им является муниципалитет города Красноярска, а с другой стороны определенное законодательство. Ведь этот парк – это памятное место. Но я спросила не об этом. Я имею в виду вам, как человеку, который приезжает в Красноярск, выходит в центр города, идет по парку. Вот то, что вы видите. Вам нравится гулять по парку? Когда я выхожу в центр города, мне уже не нравится Красноярск. Центр города вы изменить не можете, но можете изменить центральный парк? Центральным парком мы не владеем. Поэтому мы можем изменить центральный парк ровно настолько, насколько нам позволяет местное законодательство, закон Красноярского края. У нас подписано охранное обязательство, и нас жестко контролирует служба охраны памятника. А вы знаете, сколько мы потратили денег на этот парк? Сколько? Мы потратили на парк и его инфраструктуру аттракционы, изменения зеленения, брусчатку. Ну вот все, что мы там сделали. С того момента, когда нам дали парк. Даже в том числе то, что мы потратили, я вам скажу, знаете, Екатерина, на то, чтобы вычистить первоначально. Ведь мы же сначала просто убирали оттуда мусор и грязь. И этим тоже занимались почти год. Мы потратили в сегодняшних текущих ценах в среднем до 15 лет порядка 400 миллионов рублей. 400 миллионов вы потратили, но при этом вот мы в редакцию регулярно получаем жалобы от жителей города на ту же грязь, на устаревшие аттракционы, на кафе с алкогольными напитками. На что тогда ушли эти 400 миллионов? Я пытаюсь еще донести до вас, что этот центральный парк, это не некая, скажем так, вот коробочка, которая моя собственная, и я хочу с ней то, что и делаю. Я делаю с ней ровно то, что мне позволяет делать город и закон. Вам город и закон не позволяют убраться там? Вам город и закон не позволяют убрать кафе с алкогольными напитками? У нас работает там 50 человек ежедневно, которые занимаются уборкой парка. У вас в квартире чисто в любой момент? Более того, сравнивая с вашим домом, я бы вам сказал, мы в худшей ситуации. Знаете почему? Потому что, когда это ваш дом, вы все-таки приглашаете того, кого хотите. А ровно в тот момент, когда нас попросили, сказали, слушайте, давайте сделаем вход бесплатный. Мы подумали, что да, наверное, это будет правильно. Мы получаем просто транзитный трафик через парк. Люди, которые не пользуются никакими услугами, но при этом увеличивается наша нагрузка на уборку, мусора, уборку всего. То есть люди виноваты, что ходят к вам в парк? Не передергивайте. Вопрос заключается в одном единственном. Вот понимаете, это как есть хорошо, когда договариваются люди, да, как говорят. Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины. Мы хотим искать возможности, как сделать лучше. Мне не нравится, как регулируется этот объект. Потому что я понимаю умом, что он должен быть другим. Мы хотим его сделать другим. И не только мы, как я услышал, там есть благотворители, спонсоры, которые тоже хотят... Кстати, да, одна из крупных компаний, которая в Красноярске тоже присутствует, они изъявили желание заняться Центральным парком. Вы как к этому относитесь? Я отношусь к этому хорошо, о чем я и сказал в Кривой. Вы готовы отдать, забирать? Почему я должен кому-то отдать свой бизнес, скажите мне. Понимаете, любой бизнес, это же не какая-то константа, да? Это меняющаяся величина. И любой бизнес в разных меняющихся условиях, он трансформируется. Поэтому это вопрос переговоров. Во-первых. А во-вторых, когда мне рассказали, что появилась такая замечательная, уважаемая мной организация «Русал», да? Ну, потому что надо называть то, что уже сказано, да? И она хочет сделать реконструкцию Центрального парка. Я сказал и готов повторить вот, что называется, на камеру. Я буду счастлив, если появится компания с таким ресурсом, как ваша, которая сумеет преодолеть вот этот весь вал непонимания и бюрократии, которые за многие годы и многие проекты, которые мы сделали, нам преодолеть не удается. А вы вот сейчас что хотите? Вот в публичное поле уже вот эта история выплыла. Когда есть вы, когда есть «Русал», когда «Русал» хочет заниматься парком, а вы, по сути, не очень-то в нем что-то делаете. И есть недовольные этим люди. Вы сейчас что хотите? Я хочу, чтобы, если есть мнение, как должен быть реконструирован парк, чтобы был сделан этот проект, он был публично обсужден, законодатели поймут, как они должны изменить регулирование этого места, если они хотят это сделать. И, соответственно, когда будут получены ответы на этот вопрос, я хочу, чтобы нам определили нашу роль, потому что что мы можем сделать в рамках этой реконструкции, мы с удовольствием к этому присоединимся. Безусловно, на себя лидирующую роль возьмет «Русал». Я ни в коем случае не хочу ничего, слава Богу. Это потрясающе, опять же. Вы хотите, чтобы все сделали за вас, разработали проект, провели публичные слушания. Подождите, не перебивайте меня, пожалуйста. Нет, я вас прекрасно слышу. Вы хотите, чтобы все сделали за вас, разработали проект, собрали публичные слушания, «Русал» бы пришел, все сделал хорошо, а вы потом будете получать с этого доход. Это, конечно, потрясающая позиция бизнесмена. Я вам сказал ровно то, что повторю еще раз. Я хочу, чтобы был сделан проект относительно объекта, который находится у нас в аренде. Я хочу, чтобы нас пригласили к обсуждению. Мы поняли, какую часть из этого проекта мы можем и должны сделать. Какую часть, если хочет выступить спонсором, сделает «Русал». И какую роль возьмет на себя краевая власть и городская власть. И я готов ровно точно так же в своей доле инвестировать в это, чтобы это сделать. Центральный парк, напомню, оказался в частных руках в 2003-м. Тогда администрация города отдала его в аренду бизнесменам на 25 лет на выгодных для них условиях, при которых расторгнуть договор крайне сложно. На тот момент Бриман, интервью которого вы сейчас видели, был достаточно известной фигурой в Красноярске, занимал руководящую должность компании Пикра. Ее президентом и владельцем была Евгения Кузнецова, которая, как говорили, находилась в приятельских отношениях с Петром Пимашковым еще с комсомольских времен. А Бриман был женат на дочери Кузнецовой, тоже Евгений. И именно благодаря этому факту, как поговаривали тогда, Центральный парк и оказался в аренде на выгодных условиях для бизнеса. С 2003 года сам парк успел прийти в упадок и регулярно получает множество нареканий как от жителей города, так и от представителей власти. При этом по итогу 2016 года предприятие «Зао Центральный парк» показало чистый убыток в 13,9 миллионов рублей. А за аренду земли город получает 261 тысячу рублей в месяц за 295 тысяч квадратных метров земли в самом центре города. Считайте сами, чуть меньше одного рубля за квадратный метр. Плюс аренда имущества. Сейчас Петр Пимашков свое решение отдать парк в аренду объясняет отсутствием возможности у муниципалитета в то время о парке «Заботец». История, она имела в то время свое, свой подход. Почему? Потому что парк был брошен, никто им не хотел заниматься. Денег в бюджете на содержание не было. И тогда вот было принято такое решение, провели конкурс. И они много делали, чтобы сохранить парк и так далее. Но если сегодня они, как говорится, ведут себя неправильно, сегодня есть все для того, чтобы поставить их на место, потому что парк – это достояние всего города. И нету никаких законных оснований. Я не вижу законных оснований, чтобы кто-то мог передать, продать и так далее этот парк. Олимпийская неделя расскажем об успехах и неудачах российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее. А также домашнее насилие – эта тема касается каждой четвертой семьи в России. Пытаемся понять масштаб катастрофы. Это «Воскресные новости». Мы продолжаем. В Корее сегодня нас споратовали лыжники. Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спецов завоевали серебряную медаль в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Для сборной России по лыжным гонкам это первая серебряная медаль на Играх 2018. Олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе разрыдалась после серебряного финиша мужской сборной. Я так счастлива, даже не знаю, что говорить вообще. Отличились и хоккеисты. Накануне в групповом матче Олимпиады со счетом 4-0 сборная России обыграла команду США. Благодаря этому наши хоккеисты напрямую вышли в четвертьфинал. На данный момент в копилке сборной России в общей сложности 10 медалей. Из них 7 бронзовые и 3 серебряные. Одну из них принес красноярец, скелетонист Никита Трегуба. В пятницу по итогам четырех заездов он показал второе время на трассе Пхичхани. Еще один красноярец, ноубордист Николай Алюнин, на которого возлагали большие надежды, побороться за медаль не смог. Во время соревнований он сломал ногу. У своих болельщиков он попросил прощения. На этой неделе новости ТВК показали эксклюзивное интервью с жертвой домашнего насилия. Александра Савина от трубки написала письмо к нам в редакцию. Девушка рассказала, как почти год ее молодой человек унижал, оскорблял и избивал. Александра пыталась уйти от мужчины, но он продолжал ее преследовать и угрожать. В момент одной из таких ссор Александра ударила сожителя ножом прямо в сердце. Он скончался, сейчас девушка отбывает наказание в колонии общего режима. Ее осудили на пять с половиной лет. Еще она должна выплатить штраф. Миллион морального и более 50 тысяч материального ущерба. У нее осталась семилетняя дочь. Моей дочери сказали, где я и за что. Мои родные. Я была против. Дочь у меня имеет заболевание. Ну вот не выдержали, сказали. Что мой ребенок ответил, ответила моя дочь, что ну да, он же ее бил. Воскресные новости решили на этой неделе расширить тему домашнего насилия. Нам удалось записать еще одно интервью, но на этот раз герой-мужчина, который убил свою жену из-за постоянных конфликтов. А еще рассказ о женщине, которая особенно сильно пострадала от постоянных побоев. И наконец мы попытались разобраться, с чего начинается домашнее насилие. Как пресечь его с самого начала, когда до драк еще не дошло. И ответ на вопрос, неужели если бьет, значит все равно любит. Разбиралась моя коллега Елизавета Курочкина. Смотрим. Это Денис. Ему 31 год. Пять лет назад он переехал в Красноярский край из Новокузнецка. Но переехал не очень подходящее слово. Скорее был этапирован. В таких интерьерах ему предстоит провести еще практически столько же. В 2012 году Дениса осудили за убийство жены. Произошло все по стереотипному сценарию. Назовем его номер один. Супруги вместе пили в течение года. По пьяне просыпалась агрессия. Муж бил и оскорблял жену. Она вызывала полицию. Его забирали, потом отпускали. Так семейная жизнь, где раньше эффективных конфликтов и насилия никакого не было, превратилась в цикл пьяных разборок. Ну, обсуждали, что неправы оба, получается, были там. Все, то есть, давай дальше жить нормально. Потом, если опять выпивали, оно опять по новой-то начиналось. Много выпил просто в тот раз. Она начала меня оскорблять всяко-разно. Не выдержал, взял нож, нанес несколько ударов ножом, потом задушил. Невозможно, мне кажется, что-то решить было. Лучше было просто разойтись, чем оно вот так вот все получилось. По похожему сценарию развивалась и история в Девногорске в конце прошлого года. После домашнего застолья мужчина из ружья застрелил свою жену и полицейского, который приехал на помощь. После этого убийца совершил самоубийство. Заваливал меня цветами. У меня ванна всегда была усыпана вся розами. По пол ванны. Ухаживал шикарно, конечно. Сценарий номер два. Эта женщина попросила не показывать ее лицо, изменить голос и не озвучивать имя и фамилию. Назовем ее Ирина. Итак, Ирина еще в 90-х познакомилась с мужчиной, который был старше. Он был богат и подарил Ирине роскошную жизнь, о которой девушка из простой семьи и не знала. После свадьбы сказка превратилась в драму. Внешний блеск сошел и оголил горькое нутро жестокого человека. Мужчине даже не обязательно было пить, чтобы избивать свою супругу. Побои продолжались чуть ли не ежедневно. Потом драма превратилась в трагедию. То, что я была боксерской игрушей, это мягко сказать. Он бил меня за все, просто за все. Человек, который на 15 лет меня старше, он меня унижал перед всеми. Он гулял налево и направо. Он меня мог избить даже за то, что девушка с низкого социального уровня его плохо удовлетворила, так скажем. Он приехать домой, и я за это получить могла. У меня была беременность 8 месяцев. Он пришел в плохом настроении домой. Он меня начал пинать. Сначала он меня ударил кулаком в лицо. Я упал, и он меня начал пинать. Я родила мертвую девушку. Извините. Сейчас у Ирины новая жизнь. Она снова вышла замуж. Но то, что произошло так давно, 20 лет назад, все равно забыть очень трудно. Он сломал меня, он сломал мне жизнь. После этого я не могу иметь детей. У нас есть база, куда мы фиксируем все звонки, поступившие на телефон доверия. База анонимная, но вот мы все звонки фиксируем. Один из них. Женщина терпит агрессию, населяет со стороны мужа. Сегодня он угрожал, она боится, что он ее убьет. Я боюсь, что он меня убьет. Сначала он просто кричал. Я пыталась его успокоить, но он начал меня бить. Я кричала, что иду к родителям, заберу детей. А он закрылся дверью, повалил меня на кровать и начал бить через подушку. А это сценарий номер три. Самый распространенный. Он встречается в каждой четвертой семье. Муж давит, унижает, потом начинает бить. А женщина все терпит, потому что боится остаться одна. Тем более, если есть дети. Таких звонков в базе данных кризисного центра «Верба» тысячи. На телефон доверия женщины звонят обычно тогда, когда уже ситуация достигла точки невозврата, когда терпеть уже невозможно. Только обычно случается это позже, чем нужно. Наша российская женщина, по-моему, готова терпеть очень многое в этой жизни. За последние годы мы видим такую динамику, что у женщины все-таки менталитет меняется. Уже нет такого цепляния за то, что я замужем, у моих детей есть отец. Вот какой-никакой. Хотя все равно, то есть до последнего будет надеяться, что какие-то внешние обстоятельства повлияли, и там он исправится, он сейчас бросит пить, он вообще-то хороший человек. Проблема в том, что женщина либо боится, либо не готова к тому, чтобы остаться одной. Поэтому терпит и оправдывает сомнительную опору в своих же глазах. А еще она может просто не понимать, что муж неправ. Она может занять позицию жертвы и считать, что она заслужила это насилие, говорят психологи. Это происходит из-за того, что самооценка у женщины занижена, нет уверенности в себе. Все начинает отстраиваться и выстраиваться тогда, когда женщина начинает вдруг поднимать в себе ценности и говорить, так, подожди, я красивая, я умная, да, а у меня внутри есть там, не знаю, дополнительно какие-то важные качества, на которые я могу опираться, как личность для того, чтобы чувствовать себя уверенной рядом с ним. Почему вообще так случилось, что этот человек, который вроде как должен был быть моим партнером, сейчас давит на меня, я нахожусь под этим давлением? Быть честной самой собой и честно ответить себе на вопрос, почему на меня давят, и честно говорить, я этого не заслужила. С этим советом точно будут спорить, но если женщина такие вопросы начинает себе задавать, значит, понимает, что мириться с домашним насилием не намерена, будь то психологическое давление или побои, тем более последний, потому что бьет, не значит любит. Елизавета Курочкина, Сергей Малафеев, Воскресные новости. Субтитры создавал DimaTorzok